Здравствуйте, драгоценные верующие! Мы с вами продолжаем сосредотачиваться на семи пунктах Благой Вести. Значит, Благая Весть – это все. Достаточно только Благой Вести. Если Евангелие проникнет в любого человека, то начнется действие. Самое большое действие, конечно же, когда Евангелие будет проникать в наших детей. Если Евангелие станет, если запечатлеться, укорениться и станет сущностью в наших детях, тогда Бог не только спасет эпоху через наших детей, через ремнантов, а также и поменяет течение эпохи. Сейчас эпоху меняют неверующие, но если поднимутся ремнанты, тогда они действительно исцелят эпоху и поменяют эпоху в сторону Евангелия. Поэтому достаточно сейчас помогать ремнантам укореняться в Благовести. Как помочь детям укореняться в Евангелии? Только одно. Надо постоянно говорить Евангелие. Повторение мать-учение. Когда говоришь одно и то же о Евангелии, видите, наверное, это Божий метод тоже. В Евангелии Бог по-разному объяснял. Семя жены, жертва крови, Иммануил. Фразы разные, а все одно – Христос. И таким образом Евангелие укореняется. Это тоже Божий план. Поэтому есть причина, почему мы постоянно говорим Евангелие. И как мы говорим Евангелие? Через семь ключевых евангельских стихов. И мы не просто говорим это Евангелие. Очень важно сосредоточиться на этих семи ключевых евангельских стихах. Вот это и есть суть. Только так можно укорениться. Бытие 1.2. Тьма, пустота, хаос были в самом начале. Но что Богу, какой Бог дает ответ? Бытие 1.3. Да будет свет. Если не свет, если не Христос, тогда ни тьма, ни пустота, ни хаос не сокрушатся. Поэтому на чем мы сосредотачиваемся, вот то и будет, такой результат и будет, такой и будет наша с вами жизнь. Если мы с вами не сосредоточимся на Христе, тогда неизбежно мы с вами будем жить в тьме, пустоте и хаосе. Поэтому у вас есть выбор. Либо же вы сосредотачиваетесь на Бытие 1.3 на Христе, и вы спасаете тех, которые находятся в тьме, пустоте и хаосе. Либо же вы живете так же, как и живут другие. Бытие 3.15. Семя жены. Только семя жены может поразить сатану. Посмотрите на Иосифа. Иосиф, он знал семя жены, завет семени жены. От папы, от Адама, постоянно передавал завет семя жены. Это удивительно. Я когда начал чуть-чуть размышлять, я просто шок получил. Иосиф только держался за семя жены. И посмотрите, он преуспел. Только семя жены Бог поднял его премьер-министром, совершил через него всемирную евангелизацию. Только одно семя жены. Иосиф держался только за Христа. Поэтому у вас тоже есть выбор. Либо же вы, как братья Иосифа, думаете о том, что кушать, что пить, во что одеваться. Либо же вы, как Иосиф, держитесь за завет 3.15. И Бог через вас спасет эпоху. Спасет местодействие. Посмотрите, Бог через Иосифа спас Египет. Потом остановил бедствие эпохи, это голод. И спас семью. Поэтому у вас есть выбор, на чем вы сосредотачиваетесь. Бытие 6.11. Ной. Бог дал ему завет. Стройка в Чех. У вас есть тоже выбор. Либо же вы все живете, как исполины, потому что во время Ноя люди жили в культуре исполинов. Культуру, культура просто так не появляется, культуру создают. Люди во время Ноя, как жили? Пили, кушали, развлекались. Это все культура исполинов. Это все культура сатаны. Либо же вы, как Ноя, сосредотачиваетесь на Евангелии. Послушайте, 120 лет Ноя строил ковчег. Каждый день Христос. 120 лет Христос. Вот тогда вы сможете спасти весь мир. Затем это Исход 3.18. Жертва крови. Люди, которые упускают Евангелие, они становятся рабами. Рабами кого? Израильский народ стал рабом Египта. Египет были идолопоклонники. Люди, которые поклоняются идолам, они получают силу от сатаны. Посмотрите на шаманов, на культурных деятелей этой эпохи. Они все члены тайных всяких религиозных организаций. Они все сатанисты. Сейчас они влияют на культуру. Но Ной ухватился за завет жертва крови. И Бог через него разрушил египетскую культуру и вывел израильский народ. Поэтому так же самое. Либо же вы духовно рабы, либо же вы спасаете тех, кто является рабами. И вы ведете народ Божий. Затем Исайя 7.14 Израильский народ попал в плен. Почему? Опять упустили духовное, упустили Евангелие, стали пленниками. Но те, кто ухватили за завет Исайя 7.4, что Бог говорит? Бог говорит, восстань, светись. Почему? Потому что тьма. Потом говорит, дочерей, сыновей я к тебе приведу. Потом говорит, я проведу дорогу в пустыне. То есть Бог будет делать то, что просто невозможно даже об этом себе представить. Потом говорит, я сделаю вас стражами эпохи. Поэтому на чем мы сосредотачиваемся? Это влияет на всю нашу жизнь. Это формирует нашу жизнь. Затем стали колонией Рима. Стали колонией иудеи. Насколько они очень умные, отчасти они хитрые. Где-то это переходит в подлость ради своей выгоды. Они очень, ну такие, очень интеллектуальные люди. Очень непростые люди. Ну вот у нас, к примеру, в Украине есть Одесса город. Это еврейский город. Это город со своей культурой. Сейчас нельзя рассказывать, но есть прекрасные одесские анекдоты. Вообще, я поражаюсь вообще логике, мышлению евреев. Они непростые люди. Они не могут не завоевывать мир. Они не могут быть наверху бизнес-элиты. Они не могут, потому что, ну, они непростые люди. И тем не менее, они стали колонией Рима. Против меча никто не... Никакая книга, никакая хитрость, мудрость, она не станет. Не сможет противостать. То же самое против сатаны, против духовного рабства никто не может противостать. Но тогда что Бог дает? Бог поднимает людей, которые держали за завет Христа. И через раннюю церковь, которая вела движение трех работ Христа, Бог совершил всемирную евангелизацию. Христа достаточно. А также опять Евангелие упустилось. Но сейчас Бог восстанавливает Евангелие. Христос, Царство Небесное, наполнение Святым Духом. Поэтому сейчас Бог хочет, чтобы через нас остановилось 12 проблем. И чтобы через нас Евангелие восстановилось в 237 странах. Вот это причина, почему нам необходимо постоянно с вами сосредотачиваться на Евангелии. Евангелия достаточно. Вы можете сами проверить. Говоришь людям Евангелие, не понимают. Поэтому классно. Почему? Опять надо повторять Евангелие. Вроде бы говоришь одно и то же, а человек постоянно открывается глаза и понимает, а надо говорить одно и то же. Я прошу прощения, но чем люди старше становятся, тем надо им дольше говорить одно и то же Христа. У ремнанты, у ремнантов другая ситуация. У них голова свежая, быстро все запоминают, быстро все учат. Но и ремнантам необходимо помочь испытать слово. В первую очередь как? Открыть, научить смотреть на все сквозь Христа. Очень классно это изучать историю и смотреть новости. И тогда сквозь Христа анализировать ситуацию. Это очень просто тогда. У меня тоже. У меня есть список фильмов про успешных людей. Вот когда кто-то просит меня о чем-то попросить, я посылаю фильмы, где люди без Христа, все разрушалось. И у меня есть свои жизненные истории. Особенно это истории жизни друзей-родителей, многих из которых уже нет. Вот так вот, смотря на мир, можно понимать, а вот Христос. Нет Христа, поэтому вот так вот. И наоборот. А есть Христос, все восстанавливается. Поэтому очень важно, чтобы мы смогли сосредоточиться на этом и помочь ремнантам запечатлеть себе Евангелие. Пройдет чуть-чуть время, ремнанты, они потом возглавят то, чем сейчас мы с вами занимаемся. Придет время, ремнанты станут на наши места. Ремнанты станут на наши места. Очень просто. Я смотрю сейчас на мою дочку, ей уже два года. Она буквально вчера родилась. Вообще время быстро идет. То же самое. Ремнанты, вот вроде бы кажется, они сейчас такие маленькие, что-то понимают, что-то не понимают. Пройдет время, если слова будут в них укореняться, однажды это слово станет ответом и однажды это слово станет основанием, что Бог их использовал по всему миру. Придет такое время. Сейчас у нас в Даракпане так же самое. Вот когда есть там новости, либо что-то еще, потихоньку ремнанты уже все делают. Ремнанты дают стипендии другим ремнантам. Ремнанты поддерживают других ремнантов. Те ремнанты, которые были в церкви, сейчас кто-то пошел в семинарию, стал пастором, кто-то пошел в семинарию, закончил, поехал в миссионерство, открыл церковь, сейчас других ремнантов поднимают. Все время, ну, все. Поэтому что делается от нас? От нас делает так, чтобы мы постоянно не сосредотачивались на Христе. И опять же, как сделать так, чтобы запечатлеть Христа? Очень просто. Постоянство, повторение, сосредоточенность. Всегда надо Христос. Христос. Вот этого достаточно. Если нет Христа, вот в этом проблема. Итак, сегодняшняя у нас с вами тема сосредоточенность на Бытие 3.15. и Исцеление Бытия 3.15. Исцеление Бытия 3.15. Конечно, было бы хорошо прочитать всю главу, потому что все она говорит, но сегодня прочитаем только с вами одни из ключевых стихов. Бытие 3.1.15. Очень важно не знать Христа, а прийти к ответу во Христе. Вот это намного больше. Знать Христа можно, проработав и упорядочив послание по спасению. Но как результат должно выйти заключение во Христе. А, Христом все закончено. Все проблемы закончены. Если проблемы закончены, сразу же меняется взгляд на реальность. А, те проблемы, которые сейчас у меня, это не проблемы. Почему? Я уже на стороне семьи благословений. Бог хозяин моей жизни, Бог меня ведет. То есть, должны выйти определенные результаты от моего понимания, что Христом все закончено. Это и есть сегодняшняя тема. Те люди, которые говорят о Иисусе Христос, а из-за проблем расстраиваются, из-за слов людей падают, с людьми ругаются. Это люди, которые не пришли еще к ответу Христос. Головой они знают, но в реальности они не пришли. Если вы действительно наслаждаетесь Христом, если вы пришли к ответу во Христе, то для вас проблемы больше не проблемы. Все ситуации – это Божьи знаки. Все ситуации – это поворотные моменты. Все события, происшествия, даже мои болезни, даже мои слабости – это путь меня благословить. Мы с вами не сторонники философии. Позитивное мышление, все будет хорошо. Вы же знаете, я из Украины, у нас есть такой артист, Верка Сердючко. Это сценический персонаж, но тем не менее. Есть песня «Хорошо, все будет хорошо». Даже этот Андрей Данилко, он в депрессии постоянно. Он очень богатый, очень влиятельный. Действительно простой, действительно добрый, открытый, искренний человек. Но нет Евангелия. Поэтому депрессии, поэтому алкоголь, поэтому замкнутость, психические проблемы. Мы с вами не такие, мы с вами не позитивное мышление, не философия. Реальный факт. Христом все закончено. По вере мы с вами факт, который был 2000 лет назад, сделали своим. И со мной закончено, и с моей жизнью закончено. И то место, где провозглашается Христос, там все заканчивается. Почему? Сатана сокрушается, Царство Небесное сходит, благословение, спасение сходит. Новое начало. Поэтому через сегодняшнюю тему я желаю, что вы пришли к выводу. Действительно, на Христе все закончено. Но прежде чем прийти к выводу, на Христе все закончено, надо понять, главная проблема, перводный грех, бытие 3 глава закончено. Через сегодняшнее слово желаю, чтобы вы пришли к этому заключению. Первое, мы не просто говорим проблемам, бытие 3 глава, бытие 3.15. Нам надо найти миссию. Бытие 3.15, бытие 3 глава, миссия. Миссия, миссия, бытие 3 главы и бытие 3.15. Какая миссия? Христос, закончивший все. Необходимо не просто бытие 3.15, выучить и все. Необходимо прийти к ответу. Христос, который закончил все. Вот это есть миссия, которую Бог желает, чтобы мы с вами нашли. Что говорит сам Христос? Иоанна 19.30. Все совершилось. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. На кресте все совершилось. Все закончено. It is finished. Все закончено. Что закончено? Не просто мы говорим, что закончено. Очень детально мы объясняем. Проблемы прошлого закончены. Проблемы прошлого. Какие проблемы прошлого? Ефесянам 2.1. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Грех. Мы с вами из-за греха были мертвыми. Смерть. Поэтому Христос, Он нас оживил, потому что мы, вне Христа, мы были духовно мертвыми из-за греха. Также Ефесянам 2.2. В которых вы некогда жили по обычаю мира, по воле князя. Духа, действующего ныне в снах противления. То есть, Христос решил проблему сатаны. Почему? Потому что сатана через культуру этого мира, что он всех людей держит в судьбе. Судьба. У сатаны есть, у сатаны есть своя стратегия, как он всех людей от рождения до смерти, как он держит их в своих руках. Это называется судьба. Никто избежать не может. А Христос закончил. А также третий, Ефесянам 2.8. 2.6. Ефесянам 2.6. Написано, посадил вас со Христом на небесах. Мы уже с вами духовно на небесах со Христом. Плотью еще здесь. Но наше небесное положение какое? Мы уже с вами во Христе, со Христом на небесах. То есть, это проблема ада. Мы, которые должны были пойти в ад. Христос закончил это, поэтому все проблемы, вот здесь первое, проблемы прошлого. Второе, это проблемы настоящего, Ефесянам 2.2. И третье, Ефесянам 2.6, это проблемы будущего. Проблема ада закончена. Поэтому, если вы упорядочите вот это, это что? Грех, сатана, ад. Что это? Это и есть бытие третья глава. Вот эти проблемы пришли из-за бытия третьей главы. Поэтому Христос, что Он закончил? Что после того, как Христос умер, каждый, кто верит, сразу на небо пошел? Нет. Христос закончил бытие третью главу. Бытие третью главу. Физически, да, мы, может быть, мы еще на этой земле. Но духовно во Христе проблема бытия третьей главы уже закончена. Поэтому, почему мы так говорим? Все проблемы, они приходят из-за бытия третьей главы. Поэтому, если решишь бытие третьей главы, остальные проблемы сами решатся. Поэтому мы говорим, решение бытия третьей главы – решение всех проблем. Если вы вот это поймете, а, все совершилось, тогда вы действительно поймете, что такое бытие третьей главы. Немножечко нарисовать. Вот вы поймете. Первое. Во время бытия третьей главы, после бытия третьей главы, что произошло? Произошло разделение. Вот сегодня, в сегодняшних стихах, можно с вами прочитать. Бытие третьих главы с 1 по 6 стих. Какое разделение? Произошло разделение между, ну, другими словами, с Богом произошло разделение. Человек, который должен быть вместе с Богом, получать от Бога благословение, разделился, отделился от Бога. Не просто от Бога, а отделился от духовного мира. Все больше Божьего благословения получать не может. И не просто это, а также какая пришла проблема? Бытие третья глава. Посмотрите, с 11 по 12 стих. Разделение человека с человеком. Человек с человеком. Вот когда, когда Адам с Евой согрешили, что произошло? Сразу же пришло что? Обвинение пришло. Обвинение. Бог говорит Адаму, Адам, зачем ты вкусил? Адам сразу говорит, жена. Бог говорит Еве, зачем ты вкусил? Это змей. Вот это есть состояние уже грешника. Постоянно, а из-за этого человека, из-за этого проблемы человека. Вот если бы этого человека не было, вот было бы так. Обвинение, постоянно обвинение. Поэтому обвинения пришли когда? После разделения с Богом. Поэтому что делает сатана? Сатана, он всегда нас разделяет с Богом. И в результате что пришло? Не только пришло обвинение, проблема человека с человеком, а также, что произошло? Неверие. Неверие вошло в жизнь человека. Поэтому постоянно что делается от нам? Постоянно дует нам неверие. Неверие относительно Бога, относительно Божьей любви, Божьих благословений. Также, какая еще пришла проблема? Посмотрите. Бытие, третья глава. Вот здесь, да, можно посмотреть вместе. Шестнадцатый и семнадцатый, восемнадцатый стих. Бытие, третья глава, шестнадцатый стих. Что здесь говорит? Бог говорит Еве. Теперь скорбь Твою умножу в беременности. Скорбь. Вообще, ну как бы, нельзя сказать, что вот рождение детей, вот это вот скорбь. Нет. Бог дал повеление, плодитесь и размножайтесь. Но после грехопадения процесс рождения ребенка стал приносить боль. А вообще, рождение детей, это и есть благословение. Поэтому, вот пришли вот такие страдания, пришли. И потом, с семнадцатой, восемнадцатый стих говорит Адаму, теперь ты будешь, говорит, проклята земля за тебя. И будешь питаться вот тернии, волцы, будешь питаться полевой травой. То есть, вот это есть результат. Какой результат? Земля проклята. Потом стали приходить психические проблемы, физические проблемы. Вот написано, Еве говорит, будешь иметь влечение твое к мужу. И не только это. Но грех теперь стал передаваться всем людям. Поэтому, мы даже можем так сказать, что отчасти такое духовное заражение. То есть, после Адама и Евы грех передается всем людям. Посмотрите, Бытие 3.19. Что Бог говорит Адаму? Ты прах. И ты вернешься в землю. Но грешник после смерти куда попадает? А, пришла проблема ада. И не только это. Вот посмотрите, 20 стих. 20 стих говорит. И нарек Адам имя жене своей, потому что она стала матерью всех живущих. То есть, все теперь потомки. Потомки стали унаследовать все эти проблемы. Поэтому, вот смотрите, все проблемы, которые в жизни человека, все не появились с Бытия 3 главы. Бытия 3 главы. Поэтому решение Бытия 3 главы решает абсолютно все проблемы. Поэтому вам тоже, вам необходимо понять. Ага, вот почему Бог послал Христа. Для того, чтобы решить проблему Бытия 3 главы. Люди, которые не понимают проблему Бытия 3 главы, они видят проблему в другом. Они думают президент, экономическая система, сосед, муж, жена, дети. Нет. Проблема Бытия 3 главы. Я тоже, я когда, ну это мое свидетельство. Когда я начал немножко, чуть-чуть понимать Евангелие, проблема суда ушла из моей жизни. Я перестал критиковать папу, тетю, ближних, пасторов, церкви, всех. Ушел критик. Почему? Почему? Если бы они могли наслаждаться Божьим благословением, они бы там себя не вели. Если бы они испытали Божью любовь, они были бы другими людьми. Если бы они держались за Божий завет, они были бы людьми, на которых мне хотел бы равняться. Но они были духовно невежественными. Вот почему стали приходить проблемы. Что требовать от больного? Что требовать от бедного? Нечего требовать, правильно? То же самое, люди духовно больные, духовно бедные. Почему? Бытие третья глава. Поэтому Бог, не осуждая сразу, что дает? Семя жены. Бог дает Христа. Поэтому необходимо понять, а Христос на кресте, что Он закончил? Закончил бытие проблему третьей главы. Проблему бытия третьей главы. Разделение, обвинение, передачу духовного наследия. Христос, все закончил. Поэтому, если вы найдете такую миссию, если у вас получится понять, что Христос закончил все, тогда что у вас получится? Тогда у вас должно получиться номер два. Практика. Практика. Бытие третьей главы и Бытие 3.15. Это значит, у вас начнется путешествие. Какое путешествие? Когда вы постепенно будете приходить к ответу Я, у Которого все закончено. Если у вас есть Христос, Который все закончил, то ваша жизнь тоже все закончена. Это что значит? Теперь, какие бы ни были ситуации, кризисы, проблемы, конфликты с людьми, это больше не проблема. Вот это есть Я, у Которого все закончено. Почему? Проблема всех проблем, это Бытие третья глава. Но Бог дает сразу. Бог дает ответ. Бытие 3.15. Что Бог говорит? Семя жены. Другими словами, семя жены, то есть не от человека придет. Что значит семя жены? Это и есть благословение пророка. Христос, Он пророк. То есть Он показывает путь. А также, что говорит? Поразит сатану в голову. Сатана в голову поразит. Это и есть царь. Христос придет как царь, Он поразит сатану в голову. Поэтому все станет основанием. И третье говорит, но сатана будет жалить в пяту. Кто-то задал вопрос, что значит жалить в пяту? Христос пришел на небо. Христос пришел на землю. Совершенный Бог. Но как сатана его действовал? Как сатана атаковал? Через плоть. Поэтому жалить в пяту это значит крест. То есть единственное, как сатана атаковал Иисуса, это крест. Поэтому сатана, он специально распял Иисуса на кресте. Но священник, наоборот, через крест Христос пролил свою кровь. За кого? За нас пролил кровь свою. Поэтому теперь исцеление придет в нашу жизнь. Что это значит? Что значит путешествие? В чем мне надо практиковаться? Мне надо практиковаться, чтобы найти ответ. Я, у которого все закончено. Если у меня есть Христос, тогда проблема бытия третьей главы закончена. Теперь проблемы, события, обстоятельства, конфликты с людьми, это не больше не проблемы. Почему? Потому что если у меня есть Христос, тогда все проблемы, обстоятельства, ситуации, все это станет путем для Божьих благословений. Время словами, Бог меня так ведет, чтобы меня благословить. И у меня есть какие-то слабости, через которые постоянно сатана действует. Но это станет основанием. Основанием прийти к ответу только Христос. Основанием держаться только за наполнение Святого Духа. Основанием держаться за Божью миссию, всемирная евангелизация, Царство Небесное. И теперь, даже если у меня есть какие-то трудности, но Бог меня исцелит. Каждый раз, когда я держусь за Христа, каждый раз, когда я вхожу во Христа, Бог меня исцеляет. Поэтому, вот это есть наше путешествие. Здесь надо практиковаться. И вам так же само, вам необходимо прийти к ответу, а, проблемы больше не проблемы. Обстоятельства больше не проблемы. Мои слабости, это не проблемы. Почему? Христос все закончил. Этот Христос сейчас во мне. Он со мной. И теперь все, что у меня есть, это благословение. Поэтому очень важно не обманываться. Но в чем проблема? Верующие обманываются. Могут устами говорить, там, Иисус Христос, всемирная евангелизация. А посмотришь на жизнь. Из-за маленьких трудностей начинают впадать в конфликты, начинают впадать в искушение, отчаиваются. Я тоже, я удивился, не помню, но кто-то там говорил, вот я там не поступил в университет, там, вот, почему так, там, неделю дома сидит, трубку не берет. Я вообще удивлялся. Если ты не поступил в университет, то здесь только два варианта. Первое. Либо же Бог хочет поменять тебя, чтобы ты нормально учился, а не готовился тяп-ляп и только думал, что Бог все сделает. А Бог хочет у тебя, действительно, сделать какое-то новое начало, заложить в тебе правильную основу. Поэтому не получается с неправильным, но Бог хочет, чтобы получилось с правильным заново. Либо же второй план. У Бога план, чтобы ты был в другом месте. Вот и все. Но впадать, там, всякие там огорчения сидеть дома, это что такое вообще? Вот тоже недавно мне один там студент написал мне, «О, у меня сейчас такой тяжелый...» Мне кажется, я сейчас в своей жизни верой, я испытываю испытания. А, как бы, моя вера сейчас проходит испытания. Вот я хотел там поступить, но я не поступил, и теперь мне пришлось уехать в другой город, и теперь вот я не знаю, как так. Но слово испытания в данном контексте было... Вот, ну, как бы, я сейчас колеблюсь вообще, Бог живой, не живой, Он в моей жизни действует, не действует. Не то, что, а, сейчас Бог меня ведет к чему-то. Если это Бог так допустил, то, значит, тебе не надо там учиться. Если ты поехал в другой город, значит, Бог хочет через тебя там совершать Божье дело. Аминь, Бог, спасибо, класс, я еду. А такого нет. Почему? Потому что до сих пор видимые проблемы проблемами являются. Проблемы больше не проблемы. И если вы придете к ответу, а, и в моей жизни все закончено, Христом все закончено, проблемы бытия третьей главы закончены, тогда что должно появиться? Должен выйти у вас форум. Форум бытия третьей главы и бытия 3.15. Какой форум должен появиться? Можно так сказать. Жизнь, в которой все закончено. Не просто я, с которым все закончено, у которого все закончено, а жизнь моя тоже, в которой все закончено. Это что значит? Все трудности, которые в моей жизни, конфликты с людьми, возможно, какие-то кризисы, да, к примеру, как коронавирус, обстоятельства, потом события, это больше не проблема. Но это есть Божий метод. Это Божий метод, чтобы меня благословить, чтобы в моей жизни совершить свой план. И все вот эти ситуации, это есть, внутри них есть Божий план. Поэтому что надо? Надо просто найти Божий план. И внутри всего этого Бог хочет дать мне новый завет. Вот я тоже смотрю на себя, Бог меня в Корею привел. Я приехал преуспеть, чтобы здесь закончить университет, потом якобы зарубежный университет закончить, вернуться в Украину. А я приехал сюда, и через селька Бог дал мне новый завет. Завет действительно по-настоящему семейная евангелизация. Завет движения Ремнад. Завет движения Рю Ти Си. Завет восстановления, наслаждения, передачи Благой Вести. Евангелие Христа. Путь спасения. Евангелие Царства Небесного. Ивановская диаграмма. Вот Бог дал мне новый завет. Поэтому я сейчас очень благодарен. Конечно, ну есть такое, да, там хочется вернуться домой, к семье. Но я понимаю, здесь Бог для меня приготовил новый завет. Поэтому, что еще? Через все эти ситуации Божье обновление. Бог хочет меня обновить ради того, чтобы дать мне еще больше завет. Потому что с тем сосудом, который у меня сейчас, не получается дальше идти. И во всем этом есть Божье будущее. То есть у Бога есть определенный план, как Бог хочет меня использовать. Поэтому, если у вас получится Христос, закончивший все, я, у которого все закончено, и жизнь, в которой все закончено, тогда заключение. Вы станете человек только. Что значит человек только? Можно так сказать. Мерила. Мерила. Как вы будете все измерять, это станет бытие третья глава. Те люди, которые находятся в бытие третьей главы, что бы у них не было? Образование, положение, навыки. Нельзя сказать, что они верующие и плохие. Они очень усердные люди, очень искренние люди. Они действительно хотят быть счастливы. Но если они в бытие третьей главе, ничего не получится. Ни проклятия, ни свои грехи, ни свои слабости, через которые действует сатана, ни родовое проклятие, ни проблемы мира, которые сейчас просто, ну, люди сейчас ничего не могут сделать. Этот человек сам с этим справиться не может. Так это только земной мир, а духовный мир, а проблема ада, а проблема потомков. Вообще ничего не получается. Вообще ничего не получается. Я очень рад, что я немножечко изучил социальную философию, философию, политику, статистику, медицину. Сейчас Бог пооткрывал мне про треорганизации, про масонство. Также Бог дал мне такое влечение. Это, вот я люблю, не то, что люблю, но раньше я там коллекционировал афоризмы, потом кровоты выражения успешных людей. Я очень рад, что Бог меня научил. Все в этом мире, оно действительно сует, а сует. Действительно сует, а сует. И ничто не может остановить духовные проклятия. Поэтому у вас все станет ответом, мерилом, диагностикой, анализом, зеркалом. Все станет бытие третьей головы. И тогда вы придете к ответу. Какой ответ? Только Христос. Только Христос. Мы не говорим Христос. Мы говорим только Христос. Потому что только Христа достаточно. Когда только Христос, тогда действует Дух Святой. Люди, которые получили этот ответ, они больше в старой жизни не возвращаются. Почему? Потому что только Христос. Во Христе уже все есть. Если вы станете человеком, который на все будет смотреть с бытия третьей главы, и человеком только Христос, тогда Бог начнет вас использовать. Использовать по всему миру. И даже если сейчас у вас ничего нет, ну не страшно. Потому что наше ничего и не надо. Завета достаточно. Божьей силы достаточно. И тогда Бог через вас начнет поднимать других ремнентов. Единственное, что необходимо иметь, это иметь постоянство. Потому что сатана постоянно атакует, чтобы только Христа не было. Он разбавляет Евангелие. Поэтому люди, которые не пришли к ответу только, это люди, которые в процессе. Надо их ждать, надо им помогать прийти к ответу только. Вот тогда, когда они придут, тогда начнется настоящее. Настоящая жизнь веры, настоящие ответы. Давайте помолимся. Всемогущий Бог, спасибо тебе. Помоги нам на этой неделе. Найти Христа, который все закончил. Найти себя, у которого все закончено. И приобрести жизнь, в которой все закончено. Помоги стать свидетелями только Христа. Используя всех наших верующих, которые слушают это слово, чтобы через них повсеместно Евангелие Христа было распространено и поднялись ремненты, подрастающее поколение. Благодарим тебя, прославляем, молимся именем Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok